У нас атмосфера восстания. Что происходит во Франции после убийства 17-летнего подростка? Францию, которая не успела отойти от протестов против пенсионной реформы, захлестнула очередная волна насилия. На этот раз беспорядки вспыхнули после убийства полицейскими 17-летнего юноши, который отказался выполнять требования дорожного патруля. Протесты начались вечером 27 июня, и в течение следующих шести ночей улицы французских городов превратились в поле битвы. Погромы, грабежи, пожары, столкновения с полицией. За менее чем неделю сотни человек пострадали, тысячи были задержаны. Сумма убытков превысила миллиард евро. Французские СМИ писали, что страна оказалась на пороге гражданской войны. В последние сутки интенсивность ночных беспорядков заметно снизилась, однако пока рано говорить о том, что ситуация нормализовалась. О последних событиях в мятежной Франции рассказываем в обзоре Билта. Они расстреляли моего сына, что известно об убийстве 17-летнего Наэля. 27 июня в парижском пригороде Нантер полицейский застрелил 17-летнего Наэля, юношу франко-алжирского происхождения. По версии полиции, подросток, который находился за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованиям дорожного патруля. На видео с места происшествия видно, как двое полицейских проверяют автомобиль Наэля. Один из стражей правопорядка направил табельное оружие на подростка, а второй пытался заставить его выйти из машины. В этот момент автомобиль тронулся с места. Полицейский выстрелил и попал молодому человеку в грудную клетку. Прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи не удалось реанимировать юношу. Сообщалось, что в автомобиле Наэля находились еще два человека. Один пассажир сбежал, другой, также несовершеннолетний, был задержан. К настоящему времени его отпустили. Изначально в полиции заявили, что автомобиль Наэля врезался в полицейских. Однако на видео с места ЧП, которое разлетелось по соцсетям, видно, что наезда не было. В итоге полиция отказалась от данной версии. Полицейский, который произвел выстрел, был задержан по подозрению в вымышленном убийстве и помещен под стражу. В прокуратуре заявили, что законные условия для применения оружия не были соблюдены. Между тем, адвокат полицейского сообщил, что его клиент не хотел убивать юношу и просит прощения у семьи Наэля. Мать убитого подростка опубликовала пост в соцсетях, потребовав правосудия для своего сына. «У меня забрали сына. Он был еще ребенком. Ему нужна была мама. Они расстреляли моего сына. Что мне делать? Я отдала ему все. У меня был только один ребенок. Он был моей жизнью. Он был всем для меня», – написала женщина. Она также призвала всех неравнодушных выйти на марш возмущения. Стоит отметить, что в 2022 году во Франции полиция застрелила 13 человек за отказ подчиниться требованиям дорожного патруля, что стало своеобразным рекордом. При этом обвинения были предъявлены только пяти сотрудникам полиции. Эксперты и правозащитники считают, что число подобных инцидентов растет на фоне принятых в последние годы изменения в законодательстве, которые расширили право применения оружия полицейскими. Спецназ, бронетехника, вертолеты. Что происходит на улицах Франции? Убийство подростка спровоцировало массовые беспорядки. Сначала в Нантере, затем и в других крупных городах, такие как Диджон, Лиль, Леон, Страсбург, Марсель, Тулуза, Руан, Нант, Брест, Бордо и другие. Беспорядки начались вечером 27 июня и продолжались в течение следующих шести ночей. Протестующие поджигали полицейские машины, городские автобусы, комиссариаты и здания административных органов. Пострадали и учебные заведения. По данным французских СМИ, повреждены здания более 200 школ. Некоторые учебные заведения получили настолько сильные повреждения, что занятия в них не начнутся до конца года. Была предпринята попытка проникновения в одну из тюрем в департаменте Вальдемарн. Неизвестные напали на пост охраны, однако попасть на территорию тюрьмы не смогли. Беспорядки сопровождались грабежами. Французские СМИ сообщили об ограблении магазинов в историческом центре Парижа. Злоумышленники разбивали витрины и выносили из магазинов товары. В муниципалитете в Витре-Сюрсен был разграблен оружейный склад. По информации СМИ, украдены охотничьи ружья и баллончики со слезоточивым газом. Не обошлось и без инцидентов с применением огнестрельного оружия. В городе Монтаржи люди в масках обстреляли полицейский участок. Затем злоумышленники начали грабить магазины и поджигать машины. Также загорелось несколько жилых домов, жителей которых пришлось эвакуировать. В Лионе один из участников беспорядков открыл стрельбу по полицейским. Семеро правоохранителей получили ранения. Широкий резонанс вызвало нападение на мэра французского города Лайле-Рос. По словам городоначальника, злоумышленники протаранили его дом на машине, а затем подожгли автомобиль, чтобы устроить пожар. В это время в доме находились жена мэра и двое маленьких детей. В результате происшествия женщина и один ребенок пострадали. На следующий день после инцидента перед мэрией Парижа состоялся митинг в поддержку мэров и чиновников, пострадавших во время беспорядков. Мероприятие собрало более 200 человек. Куда масштабнее оказался митинг в память о погибшем Наэле, который был организован в Нантере 29 июня. В демонстрации, получившей название «Белый марш», приняли участие более 6 тысяч человек. Однако памятное мероприятие не привело к примирению. Демонстрация переросла в столкновение с полицией. Участники марша забросали сотрудников правоохранительных служб бутылками, петардами и камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Для подавления беспорядков направлялся спецназ. В целом, для противодействия участникам беспорядков на улицы французских городов были выведены 45 тысяч полицейских. В некоторых городах улицы патрулировали отряды спецназа. Также использовалась бронетехника и вертолеты. У нас атмосфера восстания. Что говорят в полиции? С момента начала беспорядков французские полицейские и жандармы задержали более 3,5 тысяч человек. В МВД страны сообщили, что средний возраст задержанных составляет 17 лет. О точном количестве пострадавших с начала беспорядков не сообщается. В МВД лишь заявили, что в ночь на 30 июня были ранены 249 полицейских. В этот раз не обошлось без жертв. В департаменте «Приморская сена» молодой человек, который принимал участие в беспорядках, погиб, упав с крыши магазина. Еще один трагический случай произошел в пригороде Парижа. 24-летний пожарный погиб, пытаясь потушить подожженные автомобили на подземной парковке. В общей сложности, по данным полиции, с начала беспорядков было подожжено около 4 тысяч автомобилей, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 9 торговых центров. Также нанесен серьезный финансовый урон. Из-за погромов французские предприниматели и банкиры понесли убытки на сумму более миллиарда. Убытки в сфере туризма еще предстоит оценить. Иностранные туристы массово отказываются от брони отелей на фоне беспорядков. Между тем, суды уже начали выносить первые приговоры за участие в массовых беспорядках. Так, в Гренобле трое человек были суждены на срок от трех до четырех месяцев лишения свободы за попытки грабежей во время беспорядков. В этом же городе вердикта суда ожидают еще около 30 человек. Несмотря на то, что в последние дни беспорядки в стране несколько поутихли, говорить о нормализации ситуации преждевременно. В ночь на 4 июля полицейские задержали 72 человека, в том числе 24 в парижском регионе. Всего за минувшую ночь в стране было зафиксировано 202 поджога. В том числе было сожжено 159 автомобилей. Министр внутренних дел республики Жеральд де Морден заявил, что полицейские, жандармы и пожарные противостоят редкому по масштабу насилию в стране. «У нас атмосфера восстания», – прокомментировали ситуацию в полиции. Между тем, в Национальном управлении территориальной разведки Франции заявили, что многие участники беспорядков демонстрировали желание убивать полицейских. Отчетливо выражалось желание убивать представителей сил правопорядка с очень явными лозунгами, такими как «месть» и «закон возмездия». Риск самосуда был реален. К счастью, огнестрельное оружие применялось очень редко, учитывая его количество в обороте, – приводит слова представителя службы ТАСС. По его мнению, избежать жертв удалось благодаря использованию тяжелой техники и привлечению элитных спецподразделений. Что касается состава участников, то лишь 45% задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, тогда как в подавляющем большинстве – это молодежь, не имеющая истории привода в полицию. По словам представителя разведки, поколение 2003-2006 годов в полной мере ощутило на себе последствия кризиса пандемии с серьезными ограничениями и запретами в школах. Они просто не осознают серьезности совершенного ими насилия. Для них это игра. У них нет кодекса насилия и демонстрации. Оспаривание общественного порядка – это способ выпустить пар, считает он. Между тем, французский журналист и политический деятель Эрик Зимур заявил, что опасается начала гражданской войны во Франции. «Мы ясно видим, что находимся на пороге гражданской войны», – заявил он в эфире телеканала Европа-1. Комендантский час и контроль социальных сетей. Что предпринимают власти? Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе покинул саммит ЕС в Брюсселе, чтобы возглавить заседание оперативного штаба по борьбе с беспорядками. Кроме этого, всем членам правительства было предписано отменить неприоритетные поездки до нового распоряжения. Во время заседания оперативного штаба французский лидер потребовал от членов правительства тщательно разобраться в причинах беспорядков. Макрон также распорядился отменить массовые мероприятия в коммунах, которые в наибольшей степени затронуты беспорядками. Президент Франции также обратился к родителям, чьи дети участвуют в незаконных уличных акциях. Треть задержанных – молодые люди, родители обязаны держать их дома. Я взываю к чувству ответственности, заявил французский лидер. Еще более жестко на эту тему высказался министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. Он предупредил, что родители будут нести уголовную ответственность, если их несовершеннолетние дети участвовали в беспорядках. Родители, которые не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч евро, заявил министр. В последние дни во Франции широко обсуждается проблема влияния социальных сетей на молодежь. Так, Макрон заявил, что именно соцсети провоцируют беспорядки. В частности, французский лидер упомянул такие платформы, как TikTok и Snapchat. Интернет-платформы и социальные сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видим, как в различных мессенджерах организуются акции насильственного характера, сказал Макрон. Он заявил, что власти ждут от администраторов соцсети удаление контента, содержащего призывы к насилию, а также раскрытие личных данных тех, кто использует социальные сети для призывов к беспорядкам и актам насилия. Глава Компартии Франции Фабьен Руссель и вовсе предложил отключить соцсети на время беспорядка в стране. «Нам необходимо изучить роль социальных сетей, когда мы, наконец, рассмотрим роль тех, кто прямо сейчас зарабатывает деньги на ажиотажи вокруг сцен грабежей и т.п. Я предпочитаю введение чрезвычайного положения в отношении социальных сетей, а не населения», – заявил Руссель. О влиянии соцсети на молодежь также заявили в Национальном управлении территориальной разведки Франции. Социальные сети сыграли большую роль в распространении кадров насилия, провоцируя феномен подражания. Они также используются для обсуждения в режиме реального времени планов на сбор, совершение мародерства, ухода от полиции и вхождение в контакт, заявили в управлении разведки. Несмотря на масштабы беспорядков, во Франции власти не стали объявлять чрезвычайное положение. При этом опросы общественного мнения показали, что две трети жителей страны выступают за введение режима ЧП. Вместе с тем, в ряде французских коммун все же был введен комендантский час. Он предусматривает запрет выхода на улицу в вечернее и ночное время. Нужно извлечь урок. Как отреагировали в мире? Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало Франции заняться решением проблемы расизма и расовой дискриминации в правоохранительных органах. Об этом заявила на в Женеве официальный представитель УВК ПЧ Равина Шамдасани, сообщает ТАСС. «Мы также подчеркиваем важность мирного проведения собраний. Мы призываем власти обеспечить, чтобы применение силы полиции против прибегающих к насилию элементов в демонстрациях всегда соответствовало принципам законности, необходимости, пропорциональности, недискриминации, предосторожности и ответственности за свои действия», отметила Шамдасани. МИД Франции с позиции представителя УВК ПЧ не согласился. Любые обвинения в систематическом расизме или дискриминации со стороны правоохранительных органов Франции абсолютно беспочвены, заявили в МИД. В ведомстве также отметили, что французская полиция, применяя силу, исходит из принципов необходимости и пропорциональности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Берлине с тревогой следят за развитием ситуации во Франции. Он также отметил, что не видит каких-либо признаков того, чтобы в его стране могли случиться беспорядки, подобные происходящим во Франции. По его мнению, Германия имеет очень долгую культуру социального партнерства и хорошее экономическое будущее. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал тревожной ситуацию во Франции. Министр полагает, что из происходящего во Франции нужно извлечь урок. С неравенством, созданным за последние 20 лет, необходимо серьезно бороться, и Европа должна сыграть в этом свою роль, заявил Крозетто. Власти Израиля обеспокоены ростом антисемитских настроений во Франции, который проявляется в ходе массовых беспорядков в последних дней. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. «В последние дни мы видели преступное нападение на еврейские цели во Франции. Мы решительно осуждаем эти атаки и поддерживаем французское правительство в его борьбе с антисемизмом», – сказал премьер Израиля. Власти Польши связали последние события во Франции с последствиями неконтролируемой миграционной политики Евросоюза. «Все мы видим, что происходит во Франции, в Швеции, которая нелегальная миграция привела к бездне. В течение одной ночи несколько сотен спаленных домов, несколько тысяч сожженных автомобилей, выбитые окна, разграбленные больницы и школы – это последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», – сказал глава польского правительства Матеуш Моровецкий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Парижу сделать темой июльского саммита НАТО в Вильнюсе внутриполитическую ситуацию во Франции. «Может быть, партнеры и союзники помогут, поставят Франции вооружение с обедненным ураном для защиты полиции от народа или народа от полиции. Это уж как сами решите», – написала дипломат в своем телеграм-канале. Захарова обратила внимание, что Францию при Макроне лихорадит беспорядками уже много лет. Одни только желтые жилеты нанесли французским городам ущерба на миллионы евро. В этом году в знак протеста против пенсионной реформы во Франции на улице выходили сотни тысяч человек в Париже, Марселе и по всей стране, демонстрируя тем самым разобщенность власти и общества, – отметила Захарова. В свою очередь замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Эммануэля Макрона, говорившего о том, что он принимает сторону Украины, встать на сторону Франции. «Деньги, напрасно потраченные на оружие для Киева, могли бы пригодиться простым французам», – добавил Медведев. Играют в кошки-мышки. Беспорядки угрожают соседним странам? События во Франции затронули и соседние страны. Так, в столице Бельгии 29 июня молодые люди устроили беспорядки, поджигали машины и мусорные баки, возводили баррикады. В страже правопорядка и сотрудников пожарных служб бросали бутылки и камни. В некоторых районах города было остановлено транспортное сообщение. На улицах были замечены водометы. Полиции удалось разогнать нарушителей. Сообщается об аресте 64 человек, среди которых 48 несовершеннолетних. В нескольких муниципалитетах молодые люди собираются и играют в кошки-мышки с полицией, охарактеризовали ситуацию в полиции Брюсселя. Стражи правопорядка также сообщили, что беспорядки начались с призывов к митингу, распространенных в соцсетях. Ранее беспорядки во Франции уже перекидывались на Бельгию. Это, в частности, происходило во время протеста в «желтых жилетах» в 2018 году. В ночь на 2 июля более сотни молодых людей устроили беспорядки в швейцарской Лазани. Мотивом собраться послужили сообщения в соцсетях о беспорядках в соседней Франции. Было разбито несколько витрин в центре города, сломана входная дверь одного из магазинов. Агрессивно настроенные молодые люди бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Стражи правопорядка задержали семерых нападавших, среди которых шестеро оказались несовершеннолетними. Несмотря на заявление Шольца о том, что французские беспорядки не перекинутся на Германию, в полициях ФРГ все же сохраняет бдительность. В определенных регионах ФРГ подобные французским беспорядки тоже возможны, потому что и в Германии наблюдается рост неприятия демократии, государства и его власти, заявил глава профсоюза германской полиции. В частности, жителям городов все труднее становится адаптироваться к изменениям на рынке труда, процессам цифровизации и интеграционным вызовам, в результате чего все больше граждан чувствуют себя проигравшими, пояснил он. Аналогичное мнение высказала и глава социальной ассоциации Германии Михаила Энгельмайер. По ее словам, в Германии многие чувствуют себя социально ущемленными, если не маргиналами. Уже сегодня ощущение того, что власти не отстаивают интересы граждан, выражается в разочаровании в политике, растущей готовности голосовать за партии, находящиеся на краях политического спектра, а также в политическом экстремизме, отметила она. Между тем, президент ассоциации мэра Франции Давид Лиснар заявил, что беспорядки в регионах Франции будут продолжаться по нарастающей в ближайшие годы. Мы наблюдаем эти волнения уже на протяжении 30 лет, и ситуация становится все хуже. Беспорядки, которые произойдут в ближайшие 5 или 10 лет, будут еще тяжелее, констатировал Лиснар.